Отрывок из произведения Ольги Бергольц, февральский дивник, читает Зубову Дарьев. Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханием с Ленинградом, я не геройствовала, а жила. Не хвалюсь я тем, что в дни блокады не изменяла радости земной, что как роса сияла эта радость, угрюмо озаренная войной. И если чем-нибудь могу гордиться, то, как и все друзья мои вокруг, горжусь, что до сих пор могу трудиться, не складывая ослабевших рук. Горжусь, что в эти дни, как никогда, мы знали вдохновение труда, в грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть хохтений тащилась по битам. Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали к нам. О да, мы счастье страшно открыли, достойно невоспетая пока, когда последней коркой уделились, последнюю чепоткой табака, когда вели полночные беседы у бедного и дымного огня. Как будем жить, когда придет победа, всю нашу жизнь по новому цене. И ты, мой друг, ты даже в годы мира, как полдень жизни будешь вспоминать, дом на проспекте красных командиров, где тлел огонь и дуло от окна. Ты выпрямишься вновь, как нынче молот, ликуя, плача, сердце позовет и эту тьму, и голос мой, и холод, и баррикаду около ворот. Да здравствует, да царствует всегда простая человеческая радость, основа обороны и труда, бессмертия и силы Ленинграда. Да здравствует суровый и спокойный, придевший смерти в самое лицо, удушливое вынесшее кольцо, как человек, как труженик, как воин. Сестра моя, товарищ, друг и брат, ведь это мы, крещённые блокадой, нас вместе называют Ленинград и Шардиной гордится Ленинградом. И ночь ли будет, утро или вечер, но в этот день мы встанем и пойдём воительнице армии навстречу в освобождённом городе своём. Мы выйдем без цветов, в помятых касках, в тяжёлых ватниках, в промёрзших полмасках, как равные приветствуют войска. И крылья мечевидные расправив, над нами встанет бронзовая слава, держа венок в обугленных руках.